Вторая тема, о которой я хотел с вами поговорить, это внутрицерковное общение. Оно имеет очень большое значение. Вы знаете, мы сейчас разговаривали с нашим старшим пастором, и мы обсуждали, как людей, будем так говорить, мотивировать или вдохновлять на проведение служений. Потому что мы понимаем, что одного служения в неделю очень мало. Мы понимаем, что даже двух служений, одно из которых – это общее служение второй домашней группы, это очень мало. И нам необходим рост служений. И вот как мотивировать или вдохновлять людей на новые служения. Я хочу поговорить на эту тему, касаясь каждого. Я не знаю, когда вы меня слушаете, кто из вас является служителем, может быть, лидером какого-то служения. Кто нет, кому просто пока еще служит, но он чувствует, что что-то может сделать. Хочу вас ободрить. На самом деле, для того, чтобы начать служение, вам не нужно иметь какое-то сверхъестественное помазание, для того, чтобы назваться там служителем или лидером какого-то служения. Соберите своих подруг, друзей, сестер, братьев у себя дома. Соберите просто на чаепитие, просто на беседу свидетельствах. Может быть, даже прочитать какое-то местописание без всякого учения. Ничего учить не надо, ничего не нужно проповедовать. Это просто, вот у вас, например, вы читаете Писание, у вас возникают какие-то вопросы по поводу того, что там написано, почему это так написано. И на основании вот этих вот мест Писания вы можете создать домашнюю группу. Просто каждый раз вы будете делиться каждой своими откровениями, своими вопросами. Вам не нужно претендовать здесь на истину в последней инстанции, не нужно спорить о каких-то вещах, потому что Господь открывается каждому из нас. И мы должны принимать это в согласии. Как раз это и будет показателем того, двигаетесь ли вы все в одном духе, или у вас все-таки есть разногласия. Потому что разномыслия могут быть, а вот разногласий быть не может. Это послание филипийцам, кстати, написано очень четко, что разногласий быть не может. Это вот разномыслие, да. Мы можем посмотреть на одну и ту же вещь с разных сторон. Если я вам покажу этот мобильный телефон, с этой стороны вы увидите, что у него нет экрана. И вы будете мне рассказывать, что это не телефон, это просто что-то с какими-то там отверстиями. Возможно, вы предположите, что это фотокамера. Но я-то вижу телефон с другой стороны, я как раз фотокамеру не вижу, я не вижу ни вспышки, ничего. Я могу вам рассказывать, нет, это экран, на котором я смотрю какие-то видео, читаю какие-то тексты. Но нам для того, чтобы иметь общение друг с другом, нужно всегда рассматривать все моменты с разных сторон. То же самое с Писанием. Мы можем его посмотреть с вашей точки зрения, можно посмотреть его с точки зрения другого человека. Всегда в такой группе людей есть тот, кто более опытен, есть тот, кто менее опытен, тот, кто дольше уже в Господе, кто-то, кто меньше в Господе. У каждого есть свои откровения, может быть, есть свидетельства по поводу того или иного местописания. Как раз просто собраться, поговорить за чашкой чая, это и будет вашим служением, это и будет внутрицерковным общением. В процессе возникнут какие-то вопросы, возникнут какие-то откровения личные, и за это можно помолиться, это можно преподнести перед, опять же, престолом великой благодати нашего Невестного Отца в согласии. И вот вам уже новое служение. Это просто группа людей, собравшихся, как и написано в Писании, что если мы во свете ходим, как и Он во свете, то имеем общение друг с другом. То есть, почему мы закрываемся иногда от общения? Мы уповаем на то, что Бог сам все создаст и так далее, а при этом жалуемся на то, что у нас нет времени, мы уставшие после работы, после учебы и так далее и тому подобное. Здесь как раз очень важно понять, что достаточно собраться просто на час, на час попить чай хотя бы раз в неделю или раз в две недели. Это уже достаточно, чтобы создать разнообразие внутрицерковного общения. И это укрепляет связи между людьми. Люди становятся друзьями, люди становятся гораздо более ближе к друг другу. Мы действительно становимся семьей. И я не говорю, что мы должны, знаете, не умножая их рождение в дом брата своего, чтобы не наскучить ему. Не нужно при этом собираться каждый день. Бывают такие случаи, когда люди нуждаются в общении. Действительно, собираются каждый день. Но в данном случае я призываю вас не собираться каждый день, хотя бы раз в неделю или раз в две недели. Просто организовывайте, например, братья, собирайтесь и за чашкой кофе обсуждайте какие-то вопросы. Машины, я не знаю, поездки, все что угодно. Но обязательно включите в это общение изучение местописания. Сестры, собирайтесь просто один раз в неделю, раз в неделю. Обсуждайте вопросы воспитания детей. Обсуждайте вопросы, там, я не знаю, готовки, каких-то, я не знаю, новых блюд, поездок куда-то, может быть, и так далее. Это все как раз будет тем самым поводом для того, чтобы объединиться, найти что-то общее. Делайте какие-то, может быть, встречи в кафе. Ну, по-разному это можно сделать. Можно благословить чей-то дом, собраться у них. Просто представьте, да, если в чем-то доме будет проходить молитвенное собрание, хотя бы раз в неделю, какое благословение в этот дом придет. Поэтому не будьте закрытыми. Открывайте, открывайте свои дома для того, чтобы люди собирались там. Не думайте, что, ой, теперь мне неудобно, мне нужно здесь делать каждый раз уборку, я еще уставший и так далее. Поверьте мне, да, конечно, если вы там совсем перфекционист, и вам хочется, чтобы всякая пылинка была сдута с каждого места, ну, поддерживайте порядок. Я не буду вас учить, как вести домашнее хозяйство. Но если вы действительно хотите открыть свой дом для того, чтобы благословить его, для того, чтобы другие люди стали для вас благословением, и вы стали благословением других людей, поверьте мне, абсолютно неважно, успели вы вытереть пыль или не успели. Самое главное, чтобы ваше сердце было открыто для приема и общения с другими людьми. В этот момент придет благословение в ваш дом. И такое межцерковное общение, оно является очень важным на сегодняшний день, вот в этот век, когда вот эти вот штуки, мобильные телефоны заменили нам прямое общение. Мы больше сидим в чатах и обмениваемся в социальных сетях фотографиями и лайкаем, да, эти сердечки бесконечные в Инстаграм, вместо того, чтобы сидеть за чашкой чая и общаться. Вот это вот то, чего не хватает сегодня в церкви, и это то, о чем я хотел с вами поговорить. Я надеюсь, что вы примете эти советы на вооружение. Если у вас уже есть опыт в этом, пожалуйста, прокомментируйте это видео, напишите свой опыт, он очень ценен для других. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, тоже пишите их в комментариях. У вас есть собственное мнение по этому поводу, пишите его в комментариях, это очень важно. Мы хотим получать советы и рекомендации от других. Мы этим живем, так устроен мир, потому что мы хотим посоветоваться, мы хотим спросить. Мы любим сами давать советы, мы любим помогать, любим получать помощь. И я просто обадриваю вас, во-первых, давайте вернемся, резюме такое подведем, тому же, о чем мы сегодня говорили. На час мы, к сожалению, не сможем растянуть, потому что нет достаточного количества вопросов, а есть о чем поговорить. Первое, молитесь друг за другом. Молитесь в согласии, провозглашайте в жизнь друг друга благословение, наполнение всех нужд, которые только есть. Второе, обязательно проводите межцерковное, общение между братьями и сестрами. Это может быть в домах, это может быть в здании церкви, если оно у вас есть. Может быть, у вас есть какое-то кафе в церкви. Может быть, вообще, в принципе, пойти в какое-то кафе, может просто выехать на природу, проводите пикники. Вот у нас каждые два месяца есть традиция проводить пикники в церкви, и мы будем продолжать традицию дальше, может быть, даже мы и почаще это сделаем, потому что мы поняли, что те люди, которым тяжело общаться в церкви, ну, бывают такие люди, Тяжело им общаться в церкви, мы же не привыкли к этому. Им проще общаться на домашних группах и на пикниках, на выезде, просто на собраниях. Потому что там происходит совсем другое, там другая атмосфера. И атмосфера эта меняется, когда мы с любовью принимаем у себя дома других людей. Я приглашаю вас, это дело чаще, я приглашаю вас просто открыть свой дом для подобного рода встреч. Это не обязательно называть домашней группой. Это может быть просто, давайте соберемся у меня, или давайте соберемся там в кафе, или давайте поедем куда-нибудь на природу. Это не обязательно домашняя группа, называть это ячейкой, официально об этом объявлять. Нет, просто подружитесь с другими людьми, не нужно закрываться. Это очень важно и очень полезно для каждого из вас.